Всем привет, с вами Фликс Кикер. Сегодня мы играем с вами в Мэтт Сити Чаптер 2. Да, прошлый ролик был про Чаптер 1, а этот ролик будет про Чаптер 2. Что ж, здесь я думаю уже будет намного понятнее, потому что я знаю карту, и я знаю как всё грабить, и вообще как играть, и я сильно прокачан, поэтому приступим. Что ж, сразу видим, что они пишут, что есть небольшой апдейт. Вот 19 октября 2024 год, уже прошло 8 месяцев после Дня Святого Валентина, но они сказали, что они его только сейчас почистили, и лучше поздно, чем никогда. Что ж, ну мы поняли, как сейчас они следят за своими апдейтами и вообще за всем. Да, кстати, у меня вот такой вот сейчас скинчик, пожалуйста, без вопросов. Что ж, я думаю, что лучше сначала поиграть за преступников и криминалов, а потом уже посмотрим. Так, что ж, я сразу ищу, и мы нашли молоток, и с этим молотком уже и в Чаптере 2 показывается, где мы можем использовать данный объект для того, чтобы сбежать. Поэтому мы сразу видим и идём туда, надеюсь меня никто не заметит. Так что, да. Вот ещё какие-то челики тоже сбегают. Да, тут хотя бы мы нормально можем карту посмотреть. И, как вы видите, у меня 24 левел сейчас, 841 тысяча денег, и мы сразу спавним. И, да, кстати, можете посмотреть, что у меня тут есть. У меня выполнил райдер из Дейли Спина. Также у меня есть, ну, самолёт, скаут, но, конечно же, есть также мой именно Бузард, вертолёт, который с ракетницами, это имба. Но мы сейчас спавним лодку и плывём сразу на сушу. Ой, что ж меня так откидывает опять. Так, что ж. Поплыли. Тоже Бейкон сбегает. Так, давайте вот сюда идём. Кстати, о, клуб открылся. Но мы, как и по старинке, сначала едем на криминальную базу. Ну, вернее, летим. А потом уже будем что-то грабить, что-то делать. Так, что ж. Вот видите, какой у меня Бузард с вот таким вот окрасом. Тоже достаточно прикольный, я считаю. Так, теперь я, в принципе, знаю, где находится криминальная база уже на этой карте. Я тут намного более свой, так скажем. Потому что всё привычно. Так что, да, вот она уже близко. Сразу залетаем туда. Берём нужные вещи и сваливаем дальше. Переоделись. Вот так вот я выгляжу. Короче, так. И сразу садимся опять в наш вертолёт. И погнали, например, в клуб, наверное. Да, в клуб можно, в принципе. Потому что в клубе у нас, как бы, он только что открылся. Поэтому, в принципе, выгодно. И я думаю, что, скорее всего, сейчас могут туда полицейские супергерои пойти. Потому что он только открылся. Но пока что я, вроде как, никого не вижу из ихних транспортов. Поэтому, в принципе, наверное, тут пока что никого нет. Может, даже никто ещё и не грабит. Так, а вот и оно показывает, что я начал грабить. Поэтому, скорее всего, может и сейчас тут кто-то будет. Ну, кто-то придёт из полицейских или супергероев. Так что, нужно тут нам пройти вот эти вот лазеры. Аккуратненько. Ну, я это сделал вообще неаккуратненько. Но, так, у меня же сад ХП надо немножко подхилиться. Если что, я сразу возьму оружие. Потому что мне немножко стремновато. Мне кажется, что здесь в любой момент может просто заспавниться полицейский или супергерой. Как это всегда почти происходит. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Так, я буду стараться всё-таки не зацеплять эти лазеры. Но это достаточно сложно. Так, ну всё. Мы, в принципе, ждём наш лифт. И сейчас уже будем грабить. Тут не так сложно. Так, что ж. Для того, чтобы открылась дверь там, где мы будем грабить, нам нужно найти кнопку красную, которую мы должны нажать. А чтобы её найти, мы должны отсувать вот эти вот объекты. И вот она, эта кнопка. И вот открываются двери. И вот мы начинаем грабить. Я надеюсь, у меня сработало. Да, у меня сработало. Потому что у меня очень часто бывали баги. И у меня просто не начинало грабиться почему-то. Я не знаю. Но сейчас, слава богу, оно сработало. Так, мы можем тут собрать 8 и 8к. Оно здесь показывает. Ну и, кстати, есть такая штука, как наш кошелёк. И то есть мы можем не только, как в первом чаптере, просто сделать ограбление, и сразу мы должны отнести наши деньги на криминальную базу. А мы можем сделать несколько ограблений подряд. Столько, сколько мы хочем. Да, лимит от 35 тысяч денег. Да, это, конечно же, свой же риск. Так как, ну, ты можешь просто умереть, и тогда у тебя никакие деньги не сохранятся. Но, в принципе, можем попробовать для того, чтобы сэкономить время. Я уже так делал. О, кстати, 25 левел. Мы сразу можем же отправиться в какое-то другое ограбление. Так, здесь какой-то дроп. Мы сейчас посмотрим, что тут вообще можно получить. Потому что здесь никого нет. Давайте откроем этот ящик. Ой-ой-ой, ничего себе. Что ж, я открыл какой-то бокс, и мне выпал мини-ган. Офигеть, это реально имба. И это инфинити. Он бесконечный. Все, я могу, в принципе, никого не бояться. Я могу расстреливать всех подряд. Это очень имба. Это прям реально мега имба. Конечно, он заряжается достаточно долго, но вообще это супер имбень. Так, кстати, мы можем сразу пойти к самолету, потому что я смотрю, что он уже утонул. Да, наверное. Поэтому мы можем сразу попробовать забрать денежку, если там никого нету из полицейских и супергероев. Но я все равно, даже если они будут, я их как раз мини-ганом смогу убить. Но, слушайте, наверное, тут все-таки их нет. Хотя, я не понимаю. Да. Давайте плывем. А что? А! Понял. Он пропал. Он просто пропал. Это странно, потому что, ну, как бы, никого тут не было, и при том была синяя максимальная иконка. Это значит, что самолет не должен был закрываться, но по какой-то причине он пропал. Ну, ладно. У меня есть другая идея. Мы можем отправиться к шипу, потому что мы как раз на лодке. Хотя я туда плыть буду слишком долго, наверное. Но все равно, мы можем поплыть туда, так как у меня мини-ган, это такая имба, я могу просто... Я просто могу реально на ези сделать это ограбление. Главное, чтобы меня не убили. Потому что, и честно, я иногда даже не очень понимаю, как работает вообще система этого корабля. Типа, как они выпускают по мне ракеты, когда я стреляю по этому кораблю. Ничего себе. Там самолетик какой-то летает. Ничего себе. Вот это безопасное приземление, я понимаю. Да, на меня навели, на меня навели. Нужно уплывать как можно дальше и стрелять так же издалека. Это безопасно. Ой-ой-ой, они все равно по мне попадают, мне это не нравится. Мне это вообще не нравится. Слушайте, ну, я не знаю, вот я говорю, я не знаю, как это работает, как они на меня наводят, как можно безопасно это сделать. И я вообще не знаю, когда уплывает этот корабль за карту, поэтому у нас есть достаточно маленький лимит времени. Но я буду стараться как-то отсюда попадать. Слушайте, хоть и инфинити написано у этого минигана, но он все равно часто очень перезаряжается, я смотрю. Что ж, дела плохи, потому что нас расстреливают еще и полицейские или супергерои, я не знаю. Но, кстати, ракеты, они сюда не долетают, когда я сюда отплыл. Поэтому можно выжить, если отплывать далеко. Кстати, вот сколько этих дропов падает. Ну, короче, имба. Так, ну я смотрю, тут челики мне еще помогают, поэтому, может, мы и сможем нормально ограбить. Сейчас я очень не хочу, потому что я стараюсь, реально. Честно, если будут по мне ракеты пускать, то я просто уплыву опять. Ну, реально, они не достают далеко. Так, еще один есть. Турбина сломалась. Что ж, давайте, челики, добивайте. Ну, реально. Еще недолго осталось, я тут больше всего делаю. Так, есть, еще один есть. У них, в принципе... Ой-ой-ой, на меня наводится. Нет, это плохо, это плохо, это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Ай-яй-яй-яй-яй. По мне стреляют из этого. Нет, 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 нет. Пожалуйста, нет, нет. У меня также были деньги из клуба. Ой, нет. Ладно, ничего страшного. Ой, как раз клуб снова работает. Это хорошо. Давайте мы все-таки заново попробуем ограбить клуб. И потом, может, даже и успеем вернуться к кораблю. Хотя, может, я сразу вернусь к кораблю. Потому что, ну, реально, ему... Ему реально осталось почти нечего сносить. Реально, вот я сейчас вернусь. Я надеюсь, челики там немного еще помогут. И мы прям, ну, реально на изи сможем его вынести. Давайте. Жалко, что у меня больше нету этого минигана. Потому что он реально сверх имбовый. Но все равно... Почему мы не сможем? Какой зем... Это не земля. Оно пишет, что невозможно заспамить транспорт на земле, при том, что тут нет земли. Так, ладно. Давайте. Остался вот этот вот. Хорошо. Забери нужный ящик. Все. Все. Тонет корабль. Все, мы можем забирать. И также он тонет прямо возле базы морской. Это очень выгодно. Потому что мы сейчас сразу же сможем забрать наш товар и сможем его отвезти. Что ж. Я смотрю, что тут достаточно много полицейских. Ну, как, четыре? Ну, это не так и много. Но я смотрю, что они реально активно по мне стреляют. И мне это вообще не нравится. Мне это вообще не нравится. Почему ты опять здесь, братан? Почему? Боже, я надеюсь, я успею. Потому что реально он настолько бесячий. Я не понимаю, почему люди больше не идут туда. Но, скорее всего, они тоже не могут... Я еще не могу заспавнить летающий транспорт. Поэтому нам придется ехать на машине к самой ближней точке. Так, где он находится? А, я понял. Походу, уже нельзя его ограбить. Потому что уже его не показывают на карте. И пока его найду, точно пропадут вот эти все контейнеры. Ладно, тогда мы едем в клуб. Потому что он как раз недавно открылся. Так, давайте сразу заспавню. Четыре секунды, вы серьезно? Ну, ладно. Сейчас заспавним Бузард. Подлетим. Так. О, а тут уже в клубе другой паркур. Ну, мне кажется, что это даже легче немножко, чем эти лазеры. Я люблю как раз такие вот вещи. Поэтому думаю, что у нас все получится. Так, и тут запрыгнул хорошо. И тут. Отлично. Все, идем в лифт. Ну, почему ты как раз закрылся, как только я пришел? Тут же даже никого нет. Да. Так, ну что ж, опять ищем эту кнопочку. Кстати, а что вообще здесь? А, тут тоже можно найти. Вдруг она как раз таки и здесь. Потому что я часто замечал, что она как раз в подвале. Потому что туда очень редко люди ходят. Но, видимо, нет. Видимо, где-то сверху. Так уже кто-то ювелирку грабит. Тоже можем, кстати, туда потом зайти. Так, что ж, где эта кнопка? Вот она. Все. Забираем. И как раз самолет открылся, который нам тоже не удалось ограбить, потому что он пропал. Ну ладно. Сейчас разберемся, куда мы дальше пойдем. Что ж, ломаемся опять-таки стекло. И сваливаем отсюда. Тут никого вроде нету из полицейских супергероев. Поэтому, в принципе, безопасно отсюда сваливаем. Так, что ж. Можно, в принципе, пойти к самолету полететь. Потому что он как раз открылся. Хотя, пока его дождешься. Пока он... Опять-таки, пока он падет. Пока его там взорвут. Это все. Это тоже очень долго. Поэтому, в принципе, можем пойти куда-то в другое место. Например. Кстати. О! Пошли в кейли спин. Потому что я еще сегодня не крутил эту штуку. Кстати, как раз здесь мне и выпал вот этот вот мотоцикл. Честно, мне на нем вообще неудобно ездить. Но он прикольный. И он считается редким. Поэтому... Так, что ж. Посмотрим, что нам выпадет. Надеюсь, что достаточное количество денег. Я помню, недавно вроде 30 тысяч тут выпало. Но иногда бывает такое, что и 5 тысяч выпадает, например. 6 тысяч. Понял. Не, ну что, окей. Все равно лучше, чем ничего. Тем более, это как обычное ограбление чего-то. Что ж. Можем посмотреть. Если кто-то уже начал грабить ювелирку, то, в принципе, можем отправиться туда. Кстати, красное, наверное, светится не когда оно скоро закроется, а когда кто-то грабит или что. Я не понимаю. О! А вот и полицейский. Мы сейчас его постараемся убить. Он стреляет в кого-то другого. Так. Но как раз я и со своим бузердом могу в него так нормально его могу продамажить. Мы сейчас выпрыгиваем. И вот так вот. И вот так вот. Все. Я его убил. О! Я тазер забрал. Имба. Вообще имба. Слушайте. Так, ну тут точно кто-то должен быть из криминалов. Хотя, тут, наверное, кто-то умер. Но я не знаю. Ладно. Так уж и... Ай! А вот и был как раз... Это был полицейский или это был... Да, это был, наверное, полицейский. Ой. Что-то нам сегодня не удается ничего пока что ограбить. Но все равно мы будем стараться. Что ж, ну ладно. Давайте, например, в казино. Оно тоже как раз открыто. Так, тут, конечно, совсем другая история, чем в чаптере первом. Кстати, тут вроде, когда как раз добавили чаптер второй летом до второго года, тут вроде была такая штука, как тут можно было играть как раз в эти аркады. Кстати. Coinbuckets. А я даже не знал, что тут еще вот это осталось. А, тут можно просто вот так вот забирать деньги. Ничего себе. Это тоже как неофициальное ограбление. Ну ладно. Идем все-таки к обычному официальному ограблению. Так, а здесь нам надо именно хакнуть систему. Ну, это делается легко. У меня хорошая реакция. Все, открыли изи. Все, погнали. Тут никого еще нет. Вот как раз в резорт началось ограбление. Кстати, интересно, почему его называют резорт. Это раньше было вообще казино. И, в принципе, сейчас это тоже вроде есть казино. Как-то странновато. Так, взламываем. Пока все. Проходим. Безопасно. Так, а здесь нас ждет тоже один прикол. Потому что, ну, я знаю, как грабить. И грабить несложно. Но у меня также часто бывал такой баг, что после того, как я как раз-таки выбирался из вот этого, типа, подземелья, меня очень часто, там просто я не смог вылезти наверх. И меня, например, просто забагало. И я, типа, падаю вниз. Я не могу оттуда выбраться. Когда я уже деньги получил. Ну, типа, именно деньги забрал. Вот. Поэтому, ну, я не знаю. Мы сейчас постараемся, чтобы этого не было. Но это достаточно сложно. О, какой-то челик тоже начал грабить резорт. Ну, вот мы заходим. Я вот как раз про это говорю. Подземелье. Так. Ну, что ж. Пошли. Забираем кристаллы. Так. Я понял тактику такую, что тут надо как-то аккуратно стараться вверх подниматься. Чтобы не двигаться никуда вбок, а просто двигаться вверх. Я не знаю, сколько у меня сейчас получится. Но вроде, возможно, этот даже баг пофиксили. Потому что я помню, что в прошлый раз у меня уже было все нормально. Но мы на всякий случай все равно пойдем вот так вот в центр. И будем подниматься с центра. Ой-ой-ой. Так, аккуратно. Все. Надеюсь, что меня поднимет. Да, меня подняло. Возможно, они реально пофиксили этот баг. Потому что, ну, сейчас вроде этого больше не происходит. Поэтому, да. Погнали наверх. Так, но все равно я хочу что-то еще ограбить. Я надеюсь, что меня не убьют. Потому что у меня как раз таки цель хотя бы два раза подряд сделать ограбление и потом занести на криминальную базу деньги. Потому что, ну, хочется два именно раза сделать, а не один. И давайте как раз плывем на самолет. Потому что он уже упал и его уже можно грабить. Я надеюсь, что этот вертолет, это вертолет криминалов. Наверное, да. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Челик, кто ты? Кто ты, братан? Да, это криминал. Отлично. Ну что, тогда берем наши баги и сваливаем отсюда побыстрее. Потому что тут могут появиться шедевры полицейские и супергерои. Поэтому делаем все быстро. 5000, окей. Все, 10к. Можем сваливать. Так. Кстати, тут еще какой-то код, я видел, написан. Интересно. Я просто не помню уже. Тут, наверное, нужно, чтобы открыть вот эти двери, там нужно какой-то код ввести или что. Так, ну что ж. 10к из самолета. Это тоже отлично, я считаю. Ну, теперь вот уже можем именно отправляться на криминальную базу. Так, а что, почему у меня вот так вот лодка прорвет? Как-то странновато. Так, ну ладно. Все, плывем на сушу, спамним вертолет и сваливаем на криминальную базу. Потому что, ну, два ограбления подряд уже хорошо. Поэтому я считаю, что лучше сначала заместить деньги, а потом делать следующее ограбление. Так как, ну, реально может быть небезопасно. Встретим мы каких-то банду, я не знаю, супергероев или полицейских, которые там по трое-четверо человеки. Что я против них сделаю? Я играю все-таки сам сейчас. Поэтому, так, давайте, ну ладно, 5 секунд подождем. Да, конечно, эти лимиты не очень приятные. Что долго надо ждать, пока кулдаун. Но все же. Да, и вот как раз я говорил в прошлом ролике про то, что во втором чаптере вот есть рельсы, но нету поездов. Нужно, чтобы они их вернули. Вернее, ну, чтобы они, например, добавили их в чаптер второй, потому что тут все-таки есть рельсы. Зачем рельсы, если нету поездов? Логически, надо их добавить. И будет прикольно. И так же сделать ограбление с метро, как было в первом чаптере до чаптера второго. Что ж, занесли деньги, вот написано, что я вернул свой кошелек и заработал 20 тысяч. Мне еще дали бонус, 2 тысячи за группу. И получил я 22 тысячи. Я считаю, что это отлично. Что ж, давайте сделаем какое-то, может, еще ограбление. Например, пирамиду или ювелирку. Давайте ювелирку, потому что я помню, что там было достаточно сложновато. Потому что там немножко другая система, чем в первом чаптере. И вот мне, мне кажется, в первом чаптере было даже легче, чем во втором. Но мы сейчас проверим. И тут еще какие-то чилики начали грабить. Ну да, я же уже тут был. И тут были супергерои или полицейские. Так, а он идет к полицейске, и меня он немножко смущает. Но, ладно, давайте, пацаны, быстро грабим, пока у нас есть время. Пока нас тут не спалили. Так, мы можем здесь 9 косарей получить, это хорошо. Так, давайте последнюю ломаем. И да, все, в принципе, можем уже идти. Только я не знаю, куда идти. Я думаю, что может быть вот сюда. Но здесь, наверное, для нас будет закрыто. А, нет, открыто. Может, в принципе, и надо просто сваливать. Потому что я помню, что у них была какая-то очень сложная система. Для типа, что нужно, например, идти куда-то там далеко и куда-то там брать, там, какие-то паркуры проходить, что-то куда-то заносить, свозить. Но это вроде тоже было во втором чаптере, но они потом это пофиксили. И вот сейчас намного легче было, и я вот уже свалил. Поэтому, в принципе, забираемся на криминальную базу, относим деньги. И все, я занес. 9к. Было максимально изично и быстро. Что ж, я предлагаю сейчас теперь поменять команду и сыграть за, например, полицейских один раз. Я за полицейских во втором чаптере точно очень редко играл. Но мы сейчас постараемся, так же, как и было в серии про первый чаптер, мы постараемся убить хотя бы одного криминала или суперзлодея. Поэтому, что ж, берем сразу хорошую оружку. Ну вот, у нас как раз есть наша база вертолетов, поэтому мы можем сразу тут заспавнить наш Бузард и к кому-то полететь. Ну и также во втором чаптере мы можем смотреть, когда начинаются ограбления, поэтому, я думаю, нам будет достаточно легко понять, если кто-то будет тут из криминалов. Так, а что? Оно меня почему-то наводит на трак. Хоть это и ограбление, при том, что я полицейский. А, хотя нет, стоп. А хотя да. А вот это, мне кажется, уже криминал. Да, это криминал. Иди сюда, братанчик. Иди сюда. Ты от меня не убежишь далеко. Ну шо, иди сюда. Куда ты в банк пошел, а? Куда ты в банк? Я тебя тут догоню. Все, я его убил. 2к баунти. Отлично, я считаю. Что ж, давайте теперь меняем команду на героев. И, стоп. Нельзя менять команду во время боя. Так я уже убил этого челика. Стоп, здесь еще один криминал? Или мне показалось? Да, здесь еще один. Ну ладно. Может мы и его убьем? Или просто же тазером? Давай. Челик. Ну ладно. А что если я просто сяду в вертолет и улечу, потому что мне реально страшно? У меня 10 хп. Ладно. Давайте мы немножко отхилимся и вернемся. Что ж, я считаю, что надо вернуться. Хотя, это он на машине, наверное. Ладно, мы можем поставить его машину. Ладно. Ну, слушайте. Ладно, он уехал. Поэтому... Ладно. Мы все равно уже убили одного, и он меня не смог убить. Поэтому давайте меняем команду на героев. Почему нельзя команду менять во время боя? Я уже как бы закончил бой. Я уже ни с кем не сражаюсь. Вот. Ну окей, все. Я поменял. Что ж. Так. Предлагаю стать, например, фростбайтом. Мне интересно поиграть со льдом. Потому что я играл раньше. В первом чаптере вы видели, как я играл за флэша. Играл за такого супергероя с огнем. Теперь интересно на вот этом. Вот, кстати, интересно, как он вообще бегает. Он, получается, на льду бегает. Ну, это достаточно забавно. Что ж. Давайте садимся в наш вертолет. Вместе клуб началось ограбление. Мне это нравится. Я иду туда, потому что там точно будет кто-то из криминалов или суперзлодеев. Вот я уже вижу вертолет. Видимо, тут кто-то только что сюда зашел. Поэтому давайте погнали. О, челик. Привет. Привет, Уля. Все. Я убил 7к баунти. Отлично, слушайте. Что ж. В прошлом ролике, в чаптере 1, я вам также показывал краевит из базы супергероев. Я вам показывал карту. Вот, как она выглядит в чаптере 2. Ну, в принципе, я считаю, что мы хорошо сыграли. Накопили нормально денег. Вот. Ну, и ролик подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok